Приветствую вас! Хочу вам рассказать интересную историю, которая произошла в Украине, в Одесской области, в районе села Шабо. Но я не знаю, знаете ли и нет, что в Одесской области, хотя это более точно юг Бессарабии, там есть село Шабо. Но считается, что его создали, заложили французы, колонисты, и принесли туда виноград и культуру производства вина, коньяков и так дальше. В любом случае, я не пью, но коньяк Шабо встречал. Не знаю, хороший, плохой, может подскажет. И вот там один француз, самый настоящий, решил заняться бизнесом. Насколько я понял, арендовал на 15 лет землю и, соответственно, как бы выращивает виноград. И вот недавно был случай, тем более такой довольно стандартный. Французский винодел заявил об уничтожении виноградников в Шабо. То есть я так понял, что приехал бульдозер и начал сносить его в винограде. До этого был случай, что его там налоговая задерживала, плюс счета арестовывал. Если помните, Саакашвили за него заступился. И вот тут он действительно как бы выступает, что не дают ему работать. Что ему сказать? Правильно делают? Честное слово. Вот подумайте сами, человек проезжает в чужую страну и качает свои права. Вот представьте, вы могли бы так вот сделать виноградико Франции? Да никогда бы. Отродясь бы. Ни за что. Никогда. Вы там, даже если миллиард был бы, никто бы вас не перстил. Понимаете, они же все пухнастые и интересные, но когда вы хотите... Ну, если кто не знает. Да, Франция действительно делает коньяк. Да, действительно. Но для того, чтобы это делать, надо, соответственно, что? Получить, чтобы вы имели соответствующий сертификат, что вы специалист. Экзамен принимают. Правильно. Они же принимают. То есть принимают виноделы. Другими словами, владельцы участков у вас принимают экзамен. Вы никогда его не сдадите. Никогда. Даже если будете там, не знаю, супер-пупер. Никогда. Они ей дурочку будут гонять. Но! Сынулечка, там ихнего, так сказать, пацанчика сдаст. Даже который лох будет, сдаст. Что они делают? Они держат свою, как бы, власть. И вас не пускают. И сколько бы вы мне рассказывали, не пытались. Нет, нет. Я уже молчу про лицензию. Да, там действительно надо получать лицензию. Вы что думаете? Ах! Размечтались, друзья мои. То, чтобы получить, опять же, надо пройти кучу таких интересных структур, где никогда вам лицензию не дадут. Они не говорят нет. Вот как, значит, безвизовым режимом. Нет. Не говорят. Ну и не дают. По этой причине. Действительно, Францию зайти на этот рынок тяжело. Надо хорошо дать налад. Очень хорошо. Тогда все работает. Здесь человек приехал. Ему нормально объяснили. Пацан, ты приехал в чужую страну. Хочешь здесь бабки рубить? Ну, заплати. Это по-честному. Ну, как нормальные люди делают. Он стал позже. Прямо понимает. Типа, я платить не буду, я француз. Ну, вот теперь получают. Вот, честно говоря, так надо наказывать. Потому что, понимаете, я не понимаю, что это за глупость такая. Вот иностранный инвестор, мы должны там перед ним растериться. Бред! Иностранный инвестор должен доказать, объяснить, убедить, что мы должны его пустить. А может, это нам не нужно. Что это за инвестор? Что это такое? И вообще, кто сказал, что иностранный инвестор лучше, чем наш? Кто сказал, что мы не можем сами выращивать этот виноград и делать конец? Может. Не мешайтесь. Понимаете? И не надо никаких иностранных инвесторов. Потому что, запомните, наши инвесторы значительно лучше. Они знают, как на этом рынке работать. Они вовремя дают. Вовремя заносят. Другие, что сейчас, конечно, беда в чем заключается. Много раз говорил, что в чем беда современного бизнеса? Непонятно, с кем договариваться и кому заносить. Вот что мучает. Если это будет понятно, никакие французы, никакие инвесторы зарубежные даром нужны. У нас денег немерено. На стабильности нет. Так что вот насчет этого француза сделаю правильно. Гнать в шею всех этих инвесторов. Потому что понаезжали здесь такие права свои качать. Тут совести нет.